Атмосфера тогда была дружеская. Вы чувствовали себя как в храме. Чувствуете, что это центр карате. Вы думаете, что все люди просто фантастичны, и они знают больше вас. Но нет. Есть замечательные люди, но есть много людей, которые хотят бесконтрольно с вами биться. Японский ситакан, система, возникшая в середине 20 века, во времена молодости сенсея Ильи Йорга с избытком имела молодых тигров, мастеров с холодными, яростными глазами. Эти японские мастера составляли цвет ситакан карате, были законодателями моды и безоговорочными лидерами карате. Но над всеми ними, монументальной скалой, возвышалась личность шеф-инструктора японской ассоциации карате, сенсея Масатоси Накаяма. Я очень нравился Накаяме сенсею как сыну. У него не было своих детей, и он очень любил конозаву сенсея. Первый раз Накаяма сенсея увидел меня, когда я работал тайсобаке на соревнованиях. И его это очень удивило. И вот когда я приехал в Японию к сенсею Казе, я тогда жил у сенсея Казе, и мы встречались с сенсеем Накаяма. Сенсея Накаяма пригласил меня, и вы знаете, вот я был в додзю тогда, старом додзю Джекей, и там было 5 или 7 этажей, я уже не помню, на пятом этаже, по-моему, жил конозава сенсея. И вот там были три комнаты, и около этих комнат были маленькие кухоньки, и там жили студенты, и вот именно там снимали все книги. И вот, знаете, когда я вернулся домой, я думал, что я летал. Я не ходил по земле, а зависал над ней. Для молодого человека Накаяма сенсея это был Альфа и Омега, и я был очень горд, и дома я ни с кем даже не разговаривал. Ко мне все подходили, спрашивали, что там, как, а я ничего не говорил в секрет. Вы знаете, сенсей Накаяма, даже если вы не знали, что он каратист, вы думали, что это очень душевный человек, он был очень добрый, очень тихий, он никогда не кричал. Но вот когда он одевал кимоно, он тут же абсолютно менялся. Он был абсолютным авторитетом в додзю. И говорил только один раз, никогда не повторял. Знаете, для меня Накаяма сенсей был как папа. Мой папа погиб в аварии, когда мне было 17 лет. И это было для меня мотивом, чтобы я очень сильно тренировался, чтобы я был лучшим в карате, потому что это была новая вещь. И я каждый день по 4-6 часов тренировался. А к сенсей Накаяме у меня было отношение не совсем такое, как к сенсей Козе. Сенсей Козе для меня был старший брат папа, а вот сенсей Накаяма для меня был только папа. И у нас отношения были только как у сына и папы. Вы помните момент, когда у вас произошел некий переворот сознания, какой-то переломный момент, после которого вы стали на карате смотреть совсем по-другому? Знаете, как? Когда молодой человек думает, что это магичная мощь, медаль. Молодой человек думает, что это волшебное чувство, когда у тебя есть медали, что ты супермен. Это было очень интересно для меня. У меня было очень много девушек. Но потом время прошло, я понял, что это совсем не важное в жизни. Вы знаете, когда умер сенсей Мураками, это был для меня очень сильный момент, и я даже хотел бросить карате. Но он чувствовал, что я думал, и он перед смертью мне сказал, ты должен ездить к сенсей Козе и продолжать свои тренировки. И я к сенсей Козе ездил одно лето, каждый день без остановки. Но он не хотел со мной иметь никаких дел. Но потом он понял, что я действительно хочу у него заниматься, и он взял меня в ученики. Это был очень важный для меня момент. И то, что я был чемпионом, это перестал для меня существовать. А потом, в результате очень глубокой, долгой работы с сенсеем Нишиямы, я увидел перед собой совсем другой мир. Я понял, что карате – это такое же искусство, как рисование, как скульптура. И это очень глубокая вещь и очень интересная вещь, которая очень глубоко может развивать человека. Это позволило мне сложить эту мозаику, и это очень сильно изменило мое отношение к карате. Карате – это практика. Это практика ваша и с вашим соперником. Есть только вы, и есть только он. Есть ваше сознание, которое позволяет вам контролировать ваши действия, и вы понимаете, что вы можете закончить конфликт очень серьезной травмы. Но вы должны понимать, что жизнь и смерть – это очень серьезные вещи. Мы, конечно, понимаем, что через 2000-каком-то году мы уже будем все мертвы. Это нормальный процесс, то, что мы умираем. Но, тем не менее, карате учит нас в жизни, учит нас любить жизнь. И вы понимаете, что ваш кулак должен остановиться, но он может и дальше пройти. И тогда этот момент, он станет решающим для вашего противника. Вы должны уважать вашего противника, вы должны уважать в нем человека, такого же, как и вы. Вы должны понимать в результате ваших тренировок, что на татаме в спорте не должно быть грязи, не должно быть травм. Это свободная игра. Это было для меня очень интересно и очень важно. Я начал наше интервью с того, что сказал, что мне очень важна встреча с вами. Я сейчас объясню, почему. Вы человек, который создал международную организацию карате. Не будем скрывать, достаточно много европейцев, которые создают разные организации. Карате, айкидо, неважно. Но вы тот человек, который признан во всем мире и признан и японцами, и в самой Японии. Скажите, как вы пришли к идее создать свою организацию? И не страшно ли вам было создавать свою организацию человеку из Европы? И в том плане, что примут ли ее в Японии, и будет ли она действительно организацией карате? Я вам сейчас расскажу, как это случилось. Сенсей Козе был в немилости у Жака Дель Курта, у президента ВУКО. А хорошим другом Жака Дель Курта был Жак Ширак. Он тогда был мэром города Парижа. И вот они оказывали очень сильное давление на Сенсей Козе, и даже некоторые ученики Сенсей Козе бросили его. И вот я тогда думал, как мне защитить своего учителя. Я связался со своими старшими учениками, и мы решили создать организацию, которая будет окружать Сенсей Козе и защищать его. И вот Доджо Сенсей Козе было Фудо. И вот тогда я и назвал Федерацию Фудо Кан в честь Сенсей Козе. Но мой брат говорил мне, что это невозможно создать такую организацию, потому что японцы тебя закусают. Но я сказал, закусают, так закусают. Но поймите, почему это все было возможно? Потому что, во-первых, я был чемпионом, и люди хорошо знали меня. Потом, я врач, я профессор факультета, и я говорю на разных языках. Я очень хорошо знаю науку и физиологию. И вот эти аспекты, они дали мне возможность сказать, что вот это правильно, а вот это неправильно. Но самое главное, великий учитель, Сенсей Нишияма, он сказал, что Фудо Кан Карате До – это традиционный карате. Он официально зеленый свет дал. Сенсей, вот ваша жизнь, она, вот я сейчас в процессе нашего интервью подумал, что ваша жизнь настолько интересна, что, собственно, про вас можно писать книжку. У вас нет таких планов написать книжку о своей жизни? Я сейчас пишу книжку. Я уже написал много книжек, но вот сейчас я хочу написать книгу о своих учителях. Как я, ученик, Илья Йорга смотрел на Сенсей Нишияму, Сенсей Казе, Сенсей Мураками. Это будет трилогия. Сейчас я пишу о Сенсее Нишияме, потому что Сенсей Нишияма болен, и я хочу написать эту книгу до его смерти, чтобы он знал, что я чувствовал в момент раскола, и что он дал для моей души, для души молодого человека. И вот этот трудный момент, когда история, она должна была повернуться направо, налево, это очень важный момент для всех нас. И когда вот я напишу, очень многие люди, я надеюсь, поймут, как изменился наш мир. Продолжение следует...